здравствуйте друзья на прошлой неделе в херсонской области была создана гуманитарная группа по освобождению пленных руководителем данной группы стал андрей клочко сегодня у нас на связи андрей мы сегодня узнаем как это происходило и чем будут заниматься данная группа андрей здравствуйте добрый день здравствуйте мы рады видеть и слышать вас расскажите как создавалась гуманитарная группа чья идея была создать такую группу и чем вы будете заниматься идея по созданию временной гуманитарной группы принадлежит в целом мне непосредственно я ее возглавил но согласовывал непосредственно со своими соратниками данное данное направление и остановились на том что замом по вопросам у нас будет стремцов алексей геннадьевич он является соратником нашего движения целью целью данного занятия является непосредственная мониторинговая миссия по нашей области указанных лист таких которые находятся в числе пропавших без вести либо числе военно-пленных для того чтобы непосредственно ускорить процессы которые и так пробуксовывают в связи с тем что наш лидер виктор медведчук является непосредственным официальным представителем трехсторонней контактной группы в минске по этим направлением мы не можем сидеть тут в регионах сложа руки и наблюдать как этот вопрос затягивается и непосредственно решили действовать более активно чтобы настроить конструктив и который перерастет продуктив чем вы будете заниматься в своей области я только хотел перейти к этому заниматься мы будем следующим мы уже занимаемся ведем работу первое что мы начали непосредственно для более официальной деятельности до такой чтобы вот скажем так вот представители провластных сил не было к нам вопросов поскольку херсонщина и так пытается ее раскачать скажем так определенные лица начали переговоры с представителями фракций областного совета и прорабатываем уже непосредственно с ними тех документов чтобы со стороны власти будут прозвучало более аккуратно чтобы не вызвать и скажем так негодований оппонентов которые в той или иной силе пытаются раскачать более убью сугубить концы а нами непосредственно пока идет процесс этот переговоров и размышлений наших предложений которые мы озвучили нами нашими силами пока ведется по каждому району и мониторинг мониторит на ситуации кто и в каком статусе находится допустим нашли знаем что в одном районе есть числится пропавший без вести которого получается по сегодняшний день мы нашли буквально завтра нам сообщат информацию по следующему району и так мы по цепочке ежедневно собираем пока информацию для того чтобы сформировать общий потом дальнейшем список и непосредственно передавать его в наш штаб и продвигаться по этим вопросам чтобы более ускорить этот процесс андрей скажите имеете ли вы поддержку от власти от народа в своей области в вашей работе народ из сонщины как и весь народ украины однозначно поддерживает мирный мирный мирное урегулирование народ устал и в принципе он изначально не хотел конкурсной ситуации это было создано искусственно я считаю по определенной инициативе определенного круга инстеблишмента и а касательно поддержки власти тут тоже есть как не определенные разбежности но в целом картина конечно все все приемлемо поскольку все разделяя эту позицию что необходимо вернуть людей из плена помочь разрешить тем семьям которые до сих пор не могут найти своих сыновей или там отцов и так и так далее для того чтобы скажем так закрыть этот вопрос поэтому власти в принципе солидарность такой позиции потому что это всеобщая задача для которой зависит будущее нашей страны и будущее вообще урегулирование конфликта а создание вот такой группы вашей области народ уже знает обращаются ли к вам уже или только вы говорите что вы можете помочь на сегодняшний день народ знает но я же локально получается в каждом центре один тире два вот мы же уже прорабатывали ситуацию в области некоторые вот были в плену и они вернулись а про именно проблемных которые я же еще раз повторюсь в той или иной степени их просто приходится находить и собирать информацию точечно получается в каждом районе один тире два человека с этой категории который находится вот для нашей деятельности соответственно пока обращений нет но мы непосредственно даем знать о себе чтобы непосредственно родные могли связаться с нами и чтобы мы скажем так были связующим звеном в этом смысле чтобы способствовали продвижению всех этих вопросов андрей по вашему мнению создание вот таких гуманитарных групп во всех регионах страны поможет ускорить процесс вот в освобождении пленных возвращение в доме бесспорно поскольку вот дебютю дебютю дебютировал в этом направлении да мы столкнулись вот чем увидев ситуацию непосредственно как данная категория людей имеет место быть на сегодняшний день областного уровня представители власти в принципе заниматься с текущими делами жизнедеятельности области и так далее все как бы кивают ну киеву виднее они пусть и занимаются этим вопросом а непосредственно все мы видим и наблюдаем ситуацию что вопрос обмена пленных который был озвучен да при минских соглашениях еще давным-давно скажем так еще обмене всех на всех чтобы закрыть этот вопрос и он исчислялся удерживаемых лиц месяцами а уже перешло годами то есть люди непосредственно кто сейчас находится в плену уже просижу там больше года и более то есть жизнь проходит вопрос все усугубляется не сдвигать с мертвой точки поэтому я убежден и твердо что при такой деятельности в каждом регионе максимально более быстро будет протекать эти процессы и в поиске и в обмене и так далее так как вы занимаетесь этим вопросом у себя в области скажите много ли пленных которые в вашей области вот которые находятся плену какая сейчас однозначно не могу сказать сейчас только идет сбор информации в этой ситуации не владеем полностью поскольку не являемся в власти от нашей силы как бы мы только и формируем союзников и сподвижникам чтобы изучить полностью ситуацию я же еще раз повторюсь сейчас мы только владеем по личным контактам и то это пока проработали два района поскольку действуем предельно аккуратно чтобы не вызвать на себя взрывоопасную ситуацию поскольку все пытаются навязать нам как не против так как примите нас как пятой колонны и так далее и и поэтому вот эта аккуратность конечно и вызывает промедление в этом в этой связи более подробно я считаю типа на протяжении я думаю недель двух мы будем более видеть ситуацию то кто и как и какое количество находится в плену либо в числе пропавший бизнес андрей может есть какие-то волонтеры или люди которые хотят помочь вам хотят вступить в эту гуманитарную группу обращаются к вам такие вот на сегодняшний день поскольку мы вот только начали эту всю деятельность формируется непосредственно список встреч с каждым представителем общественности волонтерских движений непосредственно опираясь на него мы будем проводить встречи и формировать те определенную команду которые готовы будут войти под нашу инициативу объединив усилия в этом направлении сейчас как раз происходит формирование всего то есть мы же ищем с подвижником не только из числа кто разделяет наши взгляды это могут быть и оппоненты и нет соответствующие нам взглядами но проблема она одинакова для всех и не взирая на политические убеждения и взгляды чтобы поскорее решить этот конфликт и вот сформировав его мы бой можем связаться скажем так чуть попозже в скором будущем и более и уже результативнее отдать ответы на эти вопросы я думаю андрей мы так и сделаем поговорим с вами через несколько недель уже по результатам работы вашей поэтому мы желаем вам успехов в вашей нелегкой работе и будем надеяться что все-таки мир стране вскоре наступит спасибо вам большое вашем хорошем деле вам успеха всего доброго до свидания до свидания